Давненько я ничего не говорил в своей рубрике «Перец-блок», которая называется «П-Б». Конечно же, по идее, находясь в Кронштадте, надо бы провести вам тут экскурсию. Но дело в том, что у нас такой жесткий обламинго случился сейчас. Мы должны были снимать один объект и, в общем, не сняли. Не буду говорить, какой. Я еще дико не выспавшийся, настроения нет никакого. Но, тем не менее, мне есть, что вам сказать. Это цитата из интервью с одним замечательным американцем, который есть у меня на канале, где он рассказывал про то, как его учили русскому языку на примере мата. Таким образом, он выучил падежи. Дело в том, что многие люди периодически спрашивают, не только меня, я уверен, но вообще, как только ты становишься даже с такой маленькой милипиздрической медийной персоной, начинается следующая история. А что вы об этом думаете? Или что ты об этом думаешь? Особенно меня всегда умиляют вот эти вот темы, когда тебе присылают какой-нибудь видос часа на полтора. И как вы можете это прокомментировать? Я уже как-то касался один раз этой темы. То есть я должен потратить свое личное время, которого у меня нет в принципе, катастрофически мне его не хватает, на то, чтобы ответить на этот вопрос. Так вот, соответственно, почему людям так важно чужое мнение? Почему это происходит? Вот конкретный пример, вот события в Белоруссии или в Белоруссии, да, для особо обидчивых. Меня закидали вопросами, что я об этом думаю. А, дело в том, что я живу в стране России, да, вот, например, братский народ Украины меня уже давным-давно перестал колыхать. Я в самом начале еще что-то по этому поводу там вякал, но потом я понял, что это совершенно не нужно. И у нас в России своих проблем вот просто, ну вот, понимаете, ну выше крыши. То есть хотелось бы как-то их, может быть, касаться. В последнее время даже и их не хочется касаться. Это первый момент. Второй момент. Вот я вам сейчас скажу откровенно новую мысль. Никогда такого не было. И дело в том, что что бы я ни сказал про Белоруссию или Белоруссию, что бы кто ни рассказал про Белоруссию или Белоруссию здесь, в России, в самой этой Белоруссии или Белоруссии, не изменится ровным счетом, мать вашу, ничего. Понимаете? То есть я все время умиляюсь вот от этих вот диванных экспертов, которые комментируют, не знаю, там, события во Франции, Венесуэле и прочее, сами там ни разу не бывавшие, например. Да, то есть, ну, как бы, зачем? Зачем засорять эфиры вот этим бредом? И почему все-таки народ-то хочет? Потому что бывает, я это прямо вот чувствую, бывает, что у человека есть какая-то идея в голове, да, я не знаю, там, полурелигиозная. То есть он, например, очень такой адепт какой-нибудь там монархической темы, или он адепт коммунистической темы, или еще какой-нибудь темы, я не знаю, там, ЗОЖа, ФИГОЖа и всего остального. И тут вдруг выясняется, что в его такой очень стройной теории, которую ему преподали, как правило, 3-4 какие-нибудь спикеры в Ютьюбе, больше он, как правило, ничего в своей жизни не потребляет в таком количестве, да, вдруг какая-то брешь появляется, вдруг выясняется, что, оказывается, не все так было хорошо в Датском королевстве. Оказывается, что его замечательные кумиры на поверку могут оказаться, ну, я не знаю, там, просто гандонами, да, ну, или там с гонельцой. И вот он как бы понимает, что он это для себя открыл, но все вокруг-то вот такие же адепты, они-то с тройными рядами идут навстречу светлому будущему. И вот ему нужно, понимаете, какое-то обоснование своим сомнением. А что может быть лучше, чем подтверждение его сомнений к каким-нибудь, как это по-старосоварски сказать, опинион-мейкерам, да, то есть лидерам мнений в узко взятой полосе какого-нибудь медийного пирога. И вот и начинается, а что вы об этом думаете? И вот он ждет, этот человек, да, сойдется ли то, что скажет его величество YouTube или его величество интернет, с тем, что он сам себе решил. Мысль о том, что у тебя должна быть своя голова на плечах и что ты должен свои собственные выводы делать, она как-то вот минует очень часто черепные коробки подобного рода граждан. И я с этим сталкиваюсь, к сожалению, постоянно. Более того, вот я не специально, точнее, специально наяриваю круги вокруг этого замечательного памятника, потому что, ну вот как трактовать события, да, в то же самое, не знаю, и Белоруссии и прочее. Там ведь, как и у нас в России, вот Путин он хороший или плохой, да, то есть сейчас ведь понимаете, да, что начнется, если выйти, допустим, даже здесь, остановить там первые 50 человек и спросить у них. Вот памятник жертвам Кронштадтского мятежа. Вот тут прям так и написано. Сраженные в битвах за счастье народов, живых, в благодарность они заслужили. Памяти жертв Кронштадтского восстания 1921 года. И вот вопрос. А это, простите меня, каким жертвам памятник? Это жертвам, которые погибли от рук господина Тухачевского, который тут чуть ли не газовые атаки устраивал? Или это памятник тем, кто погиб среди как раз тех, кто подавлял этот Кронштадтский мятеж, потому что нас водила молодость. Помните такую песню? Как там, в пламенный поход или в какой-то нам еще поход нас кидала молодость на Кронштадтский лед. Песня даже есть, да, про это дело. Тут, конечно, перечислены все эти ребята, и мы понимаем прекрасно, что это, конечно же, памятник тем людям, которые погибли от рук восставших моряков в 1921 году. Соответственно, это памятник жертвам коммунистического толка. Но про другие жертвы здесь ничего не сказано. И это вот, собственно, к вопросу о том, как освещать события. Можно, да? Можно же их освещать там с двух сторон, что у нас не принято. Можно освещать их однобоко. Поэтому, если ты с такой категоричностью начинаешь рассказывать о том, что в такой-то стране происходят такие-то события, и вот эти правы, а эти неправы, сам там при этом не присутствуя, сам там при этом не проживая, сам потребляя в основном только тот же самый медийный контент, который тебе суют, а суют тебе, как правило, исключительно подтасованные кадры, это либо там, не знаю, менты кого-то лупят, либо наоборот, благорастворение, полное чистые дороги, неподкупность и так далее, и так далее. И вы никогда не получите никакой объективной оценки ни от одного диванного блогера, ну, я не знаю, на территории России. То есть, может быть, и есть такие вещи, просто я не интересовался этим вопросом, опять-таки, потому что меня абсолютно не интересует то, что происходит в Белоруссии, исключительно по причине того, что мне бы хотелось интересоваться тем, что происходит здесь в России. Все вот эти темы, что а вот как бы сейчас там произойдет что-то, и мы потом вспомним, а вот как бы вы еще попомните наши слова, я предупреждал и так далее, они, опять-таки, не более чем сотрясание вот пространства. Потому что что бы там ни произошло, по самом деле, как бы у нас уже было масса примеров и с другими всякими революциями, и не только на Украине, да, и еще в других замечательных государствах. Как правило, мы сами из этого извлекаем деметрально противоположные уроки. Одни смотрят на это как предостережение к тому, какой хаос может начаться на стране, а другие, наоборот, говорят, вот смотрите, они вот вышли, и в них получилось. И как бы и у тех, и у других абсолютно своя правда. Мое маленькое, уж я скажу свое личное мнение, абсолютно не являясь никаким ни фанатом, ни поклонником вообще Лукашенко и так далее. Я был год или два назад в Белоруссии, в Полоцке. Меня приглашали как гида для тура для блогеров. Это был автомобильный тур, устраиваемый одной из компаний, продававших автомобили. Собственно, не буду называть эту марку лишний раз, чтобы не пиарить. И когда мы туда ехали, нас предупредили, предупредили, что ребята, там очень жестко с ограничением скорости. И вы никогда не сможете дать взятку местным ментам. Поэтому, пожалуйста, не рискуйте, да, вот если написано там 80, едьте 80, если написано 40, едьте 40. Потому что из любого куста может выскочить человек и, собственно, привет, Вася. И действительно, все, как паиньки, ехали, где надо 40, где надо 80. Когда мы возвращались оттуда, как только мы пересекли российскую границу, сразу 120, несмотря на знаки. Так вот, мне, например, что-то подсказывает, и это касается нашей тоже страны, что убери этого самого Лукашенко, ничего этого не будет. Ну, то есть, все пойдет прахом, и чистота этих улиц, и вся эта неподкупность ментовская. Не потому, что, еще раз я хочу сказать, я там его фанат. Нет, у меня самого как бы сжимается сердце, когда я вижу, как там лупят дубинками, значит, представители правообхранительных органов простых граждан. А просто это прекрасная такая проекция на нашу ситуацию, на российскую. И, соответственно, какого хрена я должен совать свое свиное рыло в их калашный ряд со своим ценным мнением, когда на самом деле там оно по большому счету мало кому интересно. Потому что и они сами прекрасно понимают, чтобы там какой-нибудь сам диванный эксперт Павел Перец, еще раз хочу сказать, не высказался здесь, в интернетах в этих прекрасных. На состояние батьки это никак не отобразится. И на состояние оппозиционных граждан это тоже никак не отобразится. Поэтому, друзья мои, я очередной 684-й раз хотел бы призвать вас все-таки включать свои собственные мозги. Если вы в чем-то сомневаетесь, а это нормально вообще-то для критически мыслящего человека находить какие-то сомнения в каких-то вещах, проводить какой-то анализ ситуации, иногда менять свое мнение, иногда наоборот стойко придерживаться определенной позиции. Но попытайтесь самостоятельно сделать для себя определенные выводы. Потому что, к сожалению, и я это очень часто наблюдаю, вас кормят ошибочными теориями и делают это на серьезных щах. Я очень часто во время экскурсии экспериментирую и задвигаю какую-нибудь чушь с серьезным видом и потом говорю, вот видите, как важно это все задвигать серьезным видом, потому что это прекрасно съедается любой аудитории, поэтому вот так. Это вот то, что я хотел сказать сегодня. Ну вот, немножечко потрещал в своем бложике. В следующий раз расскажу вам еще про кое-какие мысли, которые возникли у меня при посещении города Алушты. Так что оставляйте комментарии вот там. Увидимся. Пока. Пока.